Всем привет, с вами Полиморфик. Начнем с того, что патч 324.2, ПТУ которого доступен сейчас для всех волн, недавно обновился с множественными изменениями. Во-первых, ЦИГи починили освещение в грузовом лифте, во всех ангарах. Несколько патчей подряд освещения в грузовых лифтах не было. Также были внесены улучшения в пользовательский интерфейс, включая обновление голографических эффектов, хада и многофункциональных дисплеев. Также была снижена хроматическая аберрация, которую ЦИГи недавно включили по дефолту, и ее нельзя было отключить при помощи ползунка в меню. Также были изменены элементы интерфейса прицеливания, исправлена логика непрозрачности и добавлено контекстное количество боеприпасов оружия. У кораблей обновлен квадрат цели, перекрестие стало не таким большим. Также была обновлена контекстная информация об оружии, сделано дальнейшее визуальное улучшение сетки. И еще была улучшена видимость радара и четкость его элементов. Ранее была одна проблема, что когда вы вызывали корабль, и на паде ангара уже стоял один корабль, то первый корабль мог не пропасть, и в нем же спаунился второй корабль. Теперь же ЦИГи поменяли логику появления кораблей в ангаре. И при удалении кораблей теперь ждется асинхронный ответ на запрос владельцы транспортного средства. Короче, как бы это ни звучало, но это позволяет избежать застревания кораблей в друг друге. Когда появился первый билд патча 3.24.2, у всех волн люди стали жаловаться на очень долгую заправку. И допустим, на трехсотке заправка была целых пять минут. В данном же новом билде время заправки квантовым и водородным топливом временно установлено на мгновенное. Но опять же это временное решение, так как в будущем время заправки увеличится и будет рассчитано из реальных действий. Например, если бы вы пошли взяли топливный шланг, подошли с ним к вашему кораблю, вставили в топливоприемник и начали заправлять. Затем после заправки вытащили бы шланг и убрали его. И вот в скором времени все это затраченное время на заправку будет и учитываться при заправке. И также в дальнейшем все эти действия вы будете делать самостоятельно, но уже по-настоящему. Также в предыдущем билде цены на топливо выросли в 60 раз. Но ЦИГи сказали, что это была ошибка, и вот пришли изменения, где цены вернулись на прежний уровень. И топливо опять стало почти ничего не стоить. Однако не стоит расслабляться, и если уже ЦИГи засунули руки в стоимость топлива и что-то там смогли сломать, наверняка это не просто так, и в дальнейшем изменения цен на топливо стоит ждать однозначно. Когда ЦИГи сделали новые экраны МФД и новый хат, на Хорнетах забыли поправить освещение внутри кабины. И в ваши глаза постоянно светили четыре ярких огонька. Теперь же ЦИГи отрегулировали это освещение. Также у F7C удалили сигнализаторы и добавили новые на экраны приборной панели. У RSI Mantis были переработаны экраны МФД и все сопутствующие материалы. Экраны были перемещены вверх, чтобы они были видны, когда игрок смотрит прямо перед собой. И также они теперь напоминают другие корабли от компании RSI. В Multitool был добавлен интерфейс инструмента для ремонта, показывающий, насколько деталь ремонтно пригодна. А из меню настроек был удален полный экран. И в настройках остался режим окна с полями и режим окна без полей. И ЦИГи объяснили, что полный экранный режим — это уже устаревший элемент. Когда патч 3.24.2 выйдет на Live, во внутриигровых магазинах за внутриигровую валюту будет продаваться Argo Atlas. Цена на его за Уеки пока неизвестна. Но, видите, ждать пришлось недолго. На днях у нас состоялся тест сервермешинга ERMQ, и эта сборка содержала множество оптимизаций и улучшений по сравнению с предыдущей. Как и в предыдущем тесте, разработчики начали с конфигурации один сервер на 100 человек. И эта конфигурация нужна была только для настройки. И этот тест завершился очень быстро. После этого ЦИГи открыли тест, где в одном шарде было шесть серверов, и на них было тысячи игроков. Здесь фпс был очень хороший, все срабатывало очень быстро. Игроки бегали вокруг, не стояли и не тупили. Рассинхронные задержки были приемлемы. Забавно было наблюдать картину в метро, где в вагонах было огромное количество игроков. Однако периодически все равно были ошибки 30к, разрыв между сервером и клиентом. Затем ЦИГи начали экспериментировать, после чего зайти в игру было попросту невозможно. Потом ЦИГи сказали, что что-то наладили, и запустили тест на две тысячи игроков с десятью серверами на одном шарде. Они предупредили, что будет этот опыт очень сложным, но им надо проверить было несколько гипотез. Опять же напоминаю, что эти тесты ЦИГам нужны для выявления всяких проблем и нахождения различных решений. Но и в итоге на самом деле в шарде забилось две тысячи игроков. Но и здесь, конечно, рассинхроны пошли дикие. Игроки стояли на месте, и было очень сложно осуществить какие-либо действия. Такие сильные проблемы начались, когда сервер был наполнен где-то на полторы тысячи игроков. После этого ЦИГи снова отключили сервера и включили уже откатив наполнение шарда на восемьсот игроков с шестью серверами. Но и здесь, конечно, стало уже все играбельно. И ЦИГи эту сборку оставили на оставшуюся часть ночи. В принципе, все эти потуги вы можете посмотреть у меня на стриме. Правда, там было очень много загрузочных экранов. Но ради любопытства можно глянуть, как это работало. И это наконец-то свершилось. Наконец-то настал момент, которого так все долго ждали. А именно началось тестирование патча 4.0. Прошлой ночью ЦИГи выпустили сборку, в которой авокаты смогли протестировать этот патч всего три часа. И надо учесть, что это была самая первая сборка этого патча. Фокусом тестирования была производительность, сервер Мешинг, Пайра и Прыжковые ворота, которые позволяли игрокам перемещаться из одной системы в другую. Эта первоначальная авокатская сборка имела только четыре игровых выделенных сервера. И на них было всего сто игроков. Два сервера были отведены системе Стентон и два системе Пайра. Но, естественно, это не окончательная конфигурация для патча 4.0. И как только будет налаженная производительность и стабильность, это все может в разы увеличиться. Этот патч был размером 7,7 гигабайт. Но это из-за того, что уже большая часть кода 4.0 установлена на наших компьютерах в патче 3.24.2. Как говорят авокаты, изначально эта сборка была очень стабильной, и все было очень хорошо. И что кажется совсем не характерным для раннего авокатского билда. Однако потом, по истечении какого-то времени, начались сначала просто постоянные восстановления сервера, а потом и серьезные проблемы с вылетами. В этом тесте прыжковые точки выглядели очень красиво. И они немного изменились от того, что нам показывали ранее. По словам авокатов, визуальные эффекты и звук в игре стали еще лучше по сравнению с тем, что было показано на CitizenCon и в Inside Star Citizen. Прыжок между Стентоном и Пайра длится около двух минут. И по словам игроков, они испытывали большие трудности с прохождением через эту точку прыжка. И если облажаться и не справиться с управлением, корабль выкидывало в месте очень далеком от выхода. Нужно было постоянно двигаться прямо и следовать потоку туннеля. И немногие игроки с этим справлялись. И если их выкидывало из прыжка, они оказывались на краю системы, в которой они находились. Внутри червоточины приходится постоянно мансить. Нельзя задевать ее края и трубы, которые постоянно влезают посередине. Корабль приходится удерживать от самого начала и внутри самого туннеля. Но, скорее всего, циги наберут отзывов, и этот процесс делают намного легче. При запросе открывается точка из Стентона в Пайра и из Пайра в Стентон. Цвет внутри трубы где-то на полпути начинает плавно меняться. Например, если вы вылетите из Стентона в Пайра, то цвет постепенно начнет изменяться на оранжевый. Если вы летите в Стентон, наоборот, с оранжевого постепенно цвет начнет меняться на синий. Также у некоторых авокатов была ошибка, из-за которой после выхода из туннеля они не могли замедлиться, и их выбрасывало в Пайра. В Пайра были большие проблемы с планетами. Большинство из них были полностью затемнены. И когда игроки на них опускались, там была полная темнота, и можно было понять, что там кто-то есть, когда пираты по вам открывали огонь, когда вы приближались к базе. Также на карте не было некоторых локаций. Например, игроки не могли найти станцию Руин. Кстати, теперь на карте можно будет увеличить масштаб до уровня вселенной, где можно увидеть каждую систему. Конечно, пока здесь будет отображаться только Пайра и Стентон, а в будущем множество других различных систем. Новая музыка в системе Пайра звучит очень напрягающе, и создает дисгармонию, и говорят, что она очень неприятная для прослушивания, однако добавляет остроты ощущениям, находясь в этой системе, и передает напряжную обстановку системы Пайра. Также по заявлениям ЦИК, в этом патче есть некоторое обновление вулкана, но вроде их пока никто не смог протестировать. В целом, авокатам этот патч очень сильно понравился, и большинство из них остались очень довольными. Также этот патч 4.0 был вроде неполным, например, там не видели нового огня и пожаров. Также вроде никто не видел космических коров под названием Квази Грейзер, однако в отчетах указывалось, что они были. До Ситозенкона остается одна неделя, и наверняка появление этого патча у авокатов очень важно для Криса Робертса, так как ему очень важно наверняка было сказать во время Ситозенкона, что патч 4.0 в данный момент находится на тестировании у авокатов, и типа все хорошо и идет по плану. Во время Ситозенкона очень важно сейчас разрядить обстановку, так как в последнее время она очень сильно накалена, и многие очень сильно недовольны всякими нововведениями, задержками и естественно различными багами. Также надо учесть, что от начала тестирования этого патча до выхода его на лайф может пройти огромное количество времени. А если возникнут какие-либо проблемы с сервер-мешингом, эти тесты могут легко продлиться полгода или год. Как мы видим, подвижки какие-то есть, но не расслабляемся. А этот ролик создан при поддержке города Вендон. Присоединяйся к сообществу города и наслаждайте игрой в компании хороших друзей. Ваши мысли по темам этого ролика, как всегда, оставляйте в комментариях под видео. Не забывайте ставить лайки для помощи в продвижении канала. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие выпуски. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там выкладываю свежую информацию. Ссылка на него есть в описании под видео. Счастливых полетов вам и до скорых встреч, друзья!